Ребята, приветствую вас и предлагаю сегодня прокатиться вместе со мной по самому живописному отрезку калифорнийского побережья. Я поеду от Монтерея до Сан-Симеона по первому шоссе. Расстояние значительное, 90 миль, это почти 150 километров. Я так много за один день еще не проезжал. Сегодня предстоит испытать себя, но я проезжал 120, поэтому думаю, что 150 тоже осилю. У меня впереди 7,5 часов светового дня. Постараюсь уложиться в это время, а для вас это все займет 10 минут. За эти 10 минут вы увидите такое количество невероятно красивых мест. Мест живописнейших и со своим духом и историей. А также расскажу вам о медитации, которые я применяю часто на фоне монотонной физической работы, как, например, на велосипеде. Это остановка внутреннего диалога или внутреннего монолога. По всякому эту практику называют остановка мыслей. Практика непростая, но она дает такой приток энергии и свежести мировосприятия, позволяет видеть все вокруг совершенно в других красках. И это все благодаря лишь внутренней концентрации определенной. В общем, об этом расскажу чуть позже. Уверен, вам тоже это будет интересно попробовать. Все, теперь поехали. Но прежде чем я стартану, я еще хочу напомнить для тех из вас, кто никак не может бореться за физическую форму, но никак не может сложить этот пазл грамотного питания и тренировочного процесса. Я понимаю, что разобраться в этом не так просто. Специально для этого я и провожу свой проект Супер Тело, где за две недели вы узнаете о том, как питаться дефицитно, вкусно и при этом разнообразно, что самое главное. И как совмещать это с высокоинтенсивным методом тренировок, достигать результата. И вы получаете эти знания, естественно, через практический опыт. То есть не через чтение или слушание, а через эксперимент. Две недели делают это знание вашей собственностью. Переходите по ссылке внизу. Уже 15 ноября, да, буквально через несколько дней стартует новый сезон. Все, а теперь в путь. Поначалу дорога идет через лес и океан не особо виден. Тенек. Вообще очень переменчивая, конечно, погода. Ветер. Я рад, что я ветровик надел, потому что кое-где тепло, а кое-где и холодно становится. Ползу в горку. Машины проезжают такими пачками. Бровка достаточно узкая. И иногда ездишь в тишине, а иногда прям 8-20 проезжает мимо. Наконец-то открылся океан. Смотрите, какие дома там спрятаны. Ну и виды здесь порой. Просто посмотрите на это. Это что? На чем я еду? Это кольнага, которую мне сделали еще несколько лет назад. Я уже в свое время рассказывал об этом именной, да и, конечно. Удалите лишнее из своего мировосприятия. Не нужно себя сравнивать с другими. Устанавливайте свои правила. Соревнуйтесь с собой. Ну, какая же красота началась. В те отрезки, когда машин почти нет, просто супер. Следуйте своей мечте и своей индивидуальной цели. Выбирайте свой собственный путь. Подходите к закрытым дверям на пути к цели и бейтесь в них. Ломитесь, 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 ломитесь. На тему экипировки ветровик. У меня еще там хлопчатобумажная, под ней велосипедная. Я на тот случай, если вдруг будет меняться погода, то есть он принятен чемпионат. Ну и здорово, что здесь на дороге все-таки иногда встречаются какие-то магазинчики, и я могу попить сок. Поэтому питание с собой не брал. Все так на подножном корму. Но больше всего корм – это природа. Люди вокруг могут говорить, что они вас понимают, или они вас не понимают. Но все это совершенно не важно. Опирайтесь лишь на свое мнение. Будьте уверены в себе. Так что наплюй на все сомнения и на всех сомневающихся. Помни, что в конце концов все решаешь. Именно ты. Именно ты. Именно ты. Сейчас очень красивый мост предстоит. Но там он уже виднеется. По-моему, 30 какого-то года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда набираешь скорость, здесь в некоторых местах такие порывы, мощнейшие ветра, и на скорости просто он теперь сносит прямо в бок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Pay attention, punk. присел наконец-то перекусить немного взял вот такой брауни и сэндвич с тунцом вот это я понимаю питание на зависть особенно после того как едешь я заслужил вот такой могучий сэндвич в день такого заезда можно себе позволить абсолютно все я кстати с куском хлеба конечно про медитацию не стоит рассказывать что там за люди в кадре это вот это место совершенно точно нельзя пропустить это в поселении биксер ресторан называется на пенте им владеет семья уже лет сто мы и они просто из поколения в поколение передаю это совершенно чудесное место по обстановке единственное сегодня воскресенье здесь очень любят потрясающий вид а вечерами он здесь разжигает огонь и ты любуешься на закат и сидишь у огня играет музыка зачастую что-то типа франк синатро или тони беннета или джаз шикарная атмосфера а вот это самая семейная история владельцев этого ресторана я расположился в спокойном уголке на фоне невероятной природы и расскажу вам сейчас об этой практике о которой я говорил в начале об установке внутреннего диалога или монолога остановки мастер который я практикую лучше начинать конечно эту вещь с со спокойного места где-то расположиться дома когда нет никаких раздражителей вокруг вы стараетесь замедлить бег ваших мыслей замедлить этот маховик и постепенно прийти к состоянию когда ни одна новая мысль не тревожит ваше сознание есть лишь одна команда как раз контролью и к остановке этих мыслей сколько это может продолжаться по моей практике секунд 30 45 до появления одной двух трех мыслей они ведь незаметно там вдруг на этой глади хоп начинают появляться эти эти мысли дело очень сложное потому что мы так привыкли безостановочно описывать этот мир знаете что еще ведь считается философских школах что мы не только мысли останавливаем мы еще и останавливаем мир вокруг в том смысле что мы останавливаем свое описание этого мира ведь мир не таков каким мы как мы себе о нем рассказываем а рассказываем мы о нем себе безостановочно мы все время Себе описываем этот мир В основном мы ошибаемся Особенно в те моменты, когда мы недовольны миром Когда он нам кажется дисгармоничным, несправедливым, каким-то не таким В действительности мир вызывать у нас должен восхищение Так вот, по мере того, как ты практикуешь эту остановку внутреннего диалога, монолога Ты можешь перенести ее на фон физической работы, монотонной, только монотонной работы Естественно, что во время велозаезда у тебя еще есть достаточно активное физическое действие Это еще одна область внимания То есть твое внимание распределяется между двух задач Остановка мыслей и выполнение физической работы То есть у тебя уже два таких фокуса твоего внимания или две команды Но больше ничего не должно посещать твое сознание Опять же, 30-45 секунд это уже огромное достижение Еще есть один интересный аспект Видите, ветер поднимается и начинают звенеть здесь всякие предметы Еще есть один интересный аспект в этой практике Что ты можешь дать себе команду после остановки внутреннего диалога После создания внутренней тишины У тебя генерируется столько дополнительной энергии твоего внимания Что ты можешь дать себе команду на фокус На какой-то цели На какой-то задаче На каком-то жизненном векторе И направить эту энергию туда И эта вещь считается Подтвердить это невозможно Но принято считать в философских системах древности Что этим мы даем вселенной Некую программу, команду Это все, конечно, такие слова неточные Все это... Иными словами, мы ведь любой путь должны зарядить Зарядить своим энтузиазмом, своей концентрацией Своими усилиями в дальнейшем Но все равно здорово проложить эту тропу Знаете, как в чаще прокладывается тропа под твою цель И мир соглашается Ладно, поехали дальше Я думаю, вы поняли Задавайте вопросы по этой практике Поехали Солнце стремительно близится к закату Еще, наверное, час светового дня У меня максимум А проехал я всего Километров, может, 85-90 Очень много останавливался Лениво, лениво ехал Так что, да, засветло я, конечно, не успею До точки назначения Хорошо, там есть отель Где-то, наверное, километров через 25, может быть, 30 Я точно не помню Но я смотрел по карте Какое побережье, да? Вообще, ребят, какие состояния я поймал Кайф от вращения Это трудно объяснить Я, конечно, никакой не велосипедист Вы понимаете, я только учусь И я такого велосипеда великолепного На котором езжу Конечно, не заслуживаю своим уровнем Но Постепенно осваиваю И буквально километров, наверное, после 70 Вдруг я поймал этот кайф Это трудно объяснить Именно какое-то единение С великом Ну, вот, на данной дистанции Я думаю, если ездить каждый день Но все равно оно накапливается Еще что Машин стало значительно меньше Во второй половине дня Ну, вы и сами видите Вот я сейчас еду И я вообще один Просто один Вдруг 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 Тяни и толкай Тяни и толкай У меня же контактные педали Соответственно Я одной тяну Другой толкаю А потом У тебя вот этот разгончик Как вы только что видели И ты мчишься практически Со скоростью машин Там, ну, сколько 45-50 километров в час Может быть, даже и быстрее Мчишься вниз И все время рядом с тобой Эти просторы То, чего я не могу вам передать Это запах Зелени Каких-то кустарников Которые Это очень Ну, это незнакомый Аромат для российских просторов Здесь Чуть-чуть другие растения Соответственно Ну, тоже замечательно Пахнет природа Ну, и дыхание океана Это я вообще не могу Передать Этот простор Это бескрайнее Бескрайнее Все время соседство То есть Он всегда Вот здесь Сбоку Сейчас как раз Ползу в гору Как я и говорил вам Минут 10-15 ползешь Потом минуты 3-4 Мчишься вниз И снова все повторяется Ну, не красота ли? Вообще, ребята Надо, конечно, выбираться Всегда выбираться Из этих городов Города совсем Давят Человеческую природу Мы погружены В этих городах В какие-то Непонятные Дрязги Стремления Какие-то Абсолютно Иллюзорные Ценности Порой Я сейчас говорю Про наши Какие-то Ориентиры Мерила Это прикольная игра До тех пор Пока ты помнишь Что это лишь игра И ты иногда Из нее выбираешься И видишь Настоящую реальность Через океан Через природу Через просторы А потом ты можешь Снова выбрать И опять погрузиться В эту игру На время Это же интересно Я сам человек азартный Мне очень интересны Все эти Игры Статуса Денег Порой Каких-то Других Внутренне Обладать И до Другого дня Я только выезжаю Но ничего 30 километров Оставшиеся Я сейчас доеду Покажу вам Сен-Симеен Это очень красивые места Ну короче Сейчас увидите Все Поехали Сен-Симеен 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 И еще Запахи Я же не могу Вам передать Через видео Но Здесь пахнет Межбищами Морских котиков Здесь как раз Неподалеку Межбище котиков И есть Такой характерный Аромат В воздухе И нельзя сказать Что неприятный Такой морской Редакторит Черт возьми Редакторит Вот и то самое лежбище котиков впереди, источник запаха, который я предвосхитил. Сейчас покажу вам котиков. Их, по-моему, сейчас не очень много на пляже. Вот они валяются, расслабляются. У них всегда отпуск. Отличная жесть. Да, вот они здесь лежат, валяются. Их немножко обычно побольше, но запах такой, конечно, вблизи конкретный. Смотри, обнимаются лежат на расслабончике. Вот, ребята, я и доехал до Сен-Симеон. Это место под названием Hearst Castle. Сейчас я вам расскажу пару слов об этом. Итак, это места довольно-таки удивительные. И вот там, за моей спиной, на горе... Вот там, на вершине горы, находится так называемый замок Hearst. Это гигантский особняк, построенный на землях, принадлежавших родителям Hearst, которые купили в 1865 году земли общей площадью 1000 квадратных километров. Сначала они купили меньше, потом докупали. На максимальном уровне общая площадь их владения составляла 1000 квадратных километров. Ребят, представьте, что площадь Москвы 2500 квадратных километров. То есть, земли в Калифорнии вдоль побережья, площадью всего лишь в 2,5 раза меньше Москвы, принадлежали одной единственной семье, где и вырос этот ребенок, который в будущем стал медиамагнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Этот человек на определенном этапе, речь идет о начале 20 века, владел более чем 25% печатных изданий Америки. То есть, мощно влиял на общественное мнение. Он собирал званные вечера, на которые прилетали голливудские звезды. Чарли Чаплин был здесь частым гостем. Прилетали политические деятели, такие как Рузвельт, Черчилль. Частым гостем здесь был Говард Хьюз. Все интерьеры отделаны предметами искусства из Европы. А вы представляете, в этом особняке только спален 56 штук, гостиных, по-моему, 15 или 16, бассейны, теннисные корты, взлетно-посадочная полоса, как раз на которую прилетал авиатор Говард Хьюз. Все предметы искусства, которыми украшен внутри этот особняк, привозились на кораблях в эту бухту, которая располагается как раз в нескольких десятках метров от дороги. Каждый квадратный метр в этом особняке отделан предметами старины из Европы. Одним словом, если вы когда-нибудь окажетесь в этих местах, посетите этот музей, теперь это музей, и посмотрите на это буйство воображения человеку, у которого были неограниченные ресурсы. Ну, а мой заезд на этом завершается. Ребят, я благодарен вам за внимание и за терпение. Спасибо, что вы посмотрели и послушали. Выбирайтесь обязательно на подобные путешествия. На велосипеде или как-то еще, пешком, в походы. Выбирайтесь из тисков этих городов. Нам нужно быть ближе к природе. Чем чаще, тем приятнее будет жить, и тем свободнее мы будем внутренне. С вами был Денис Семенихин. Огромное спасибо за внимание. Пока.